Ну и Вашингтоном международная неделя для Украины не закончилась. Из американской столицы украинская делегация отправилась в Брюссель. Ну а уже в ближайшее время переговоры в нормандском формате. Встреча президентов Порошенко и Макрона, нового главы французского государства. И главная задача саммит Большой Двадцатки. Украина в этом формате не участвует, но наши дипломаты наверняка попытаются сделать так, чтобы позицию Киева там услышали. Сейчас на связи с нами наш корреспондент в Брюсселе. Елена Абрамович, и у нее узнаем, как такую дипломатическую активность Украины оценивают в Европе. Лена, приветствую. Скажи, как прошли встречи в Брюсселе и чего ждать от грядущей встречи президента Порошенко с президентом Макроном? Добрый вечер, Алексей. Ну, Петр Порошенко покинул Брюссель в приподнятом настроении. Украинский президент встретился с целым рядом политиков, в том числе и с Ангелой Меркель. Это была, пожалуй, главная европейская встреча. Канцлер Германии подтвердила, что Евросоюз намерен продлить экономические санкции в отношении России. Это ограничение против ряда российских компаний, и некоторые страны неохотно соглашаются идти на такой шаг. Именно поэтому подобные санкции продлеваются не автоматически, а с подачи лидеров стран нормандской четверки, Германии и Франции. К слову, французский президент Эммануэль Макрон дебютировал на этом саммите и довольно-таки успешно. А теперь политики готовятся к встрече в формате большой двадцатки в Гамбурге. Она запланирована на 7-8 июля. Германия на право хозяйки приоритетами назвала борьбу с изменением климата и поддержку свободной торговли. Это две темы, которые сейчас активно защищает Эммануэль Макрон, а вот его главный оппонент Дональд Трамп. Кроме того, Макрон обещает помочь Украине перед саммитом и провести переговоры в нормандском формате, по телефону. А до этого, уже в понедельник, французский президент встретится лично с Петром Порошенко. И здесь есть важный нюанс. Это произойдет в политической ситуации, которой давно не было во Франции, когда власть президента не ограничивается противодействием со стороны парламента по большинству вопросов. Триумф политической силы Макрона на парламентских выборах обеспечил ему, как говорят в Европе, наполеоновское могущество. И настроение у президента Франции соответствующее. Так что, когда заявляют, что Макрон попытается придать новый импульс французской политике, и внешней, и внутренней, это не просто словам, он действительно на это способен. И, скорее всего, это отразится на участии Франции в поиске решения конфликта на востоке Украины. Алексей. Спасибо, Лена. Это была моя коллега Елена Абрамович из Брюсселя.